Добро пожаловать на урок китайского языка! Сегодня мы с вами разберем самые основные разговорные фразы. Начнем с приветствия. Всем известный способ поздороваться это НИХАО. Многие люди говорят его даже просто при разговоре на русском языке. НИХАО. Но сейчас я хочу заострить ваше внимание на том, как правильно произнести это слово. НИХАО. Во-первых, здесь два слова. Первое слово НИ отдельно переводится как ты. ХАО переводится как хороший, но вместе они означают приветствие, то есть привет, привет. Обратите внимание, что здесь два третьих тона. По правилу, если два третьих тона встречаются, первый превращается на второй, произносится он как второй, то есть НИХАО. НИХАО. Привет. НИХАО. Второй способ поздороваться с группой, когда мы заходим в класс или на работе в кабинет и здороваемся с группой китайцев, тогда мы говорим ДАДЯХАО. 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 Отдельно переводится как все, каждый. ХАО. Соответственно, как часть приветствия, то есть мы поздороваемся со всеми, с группой людей. Кстати, я также поздоровалась с вами в начале видео. ДАДЯХАО. ДАДЯХАО. Чтобы правильно произнести, постарайтесь медленно произносить каждое слово отдельно. Четвертый, первый, третий тонны. ДАДЯХАО. ДАДЯХАО. Чтобы не получилось ДАДЯХАО, тогда будет тоже другое слово, поэтому следите за тонами. ДАДЯХАО. Вот мы поздоровались, теперь нужно же спросить, как дела? Как дела? Очень просто. Просто добавляем частичку МА, вопросителю частичку МА, к приветствию. НИХАО. МА. НИХАО МА. НИХАО МА. Вопрос НИХАО МА уже становится немножечко устаревшим. В разговоре в реальной речи китаец скорее всего у вас спросят НИХАО МАЯ. НИХАО МАЯ. НИХАО МАЯ. НИХАО МАЯ. Знакомое нам слово НИИ встречается с другим словом ДЗАМА, тоже третьим тоном, поэтому здесь третий меняется на второй. ДЗАМА ЯН. Обратите внимание, не УАН, а ЯН. Четвертый дом. НИ ДЗАМА ЯН. ДЗАМА ЯН отдельно переводится как «каким образом? Как?», то есть «ты как?», «как ты поживаешь?». Вместо НИИ можно подставить любое другое слово, будь то человек или какое-то дело или событие. Если вы хотите поинтересоваться, как идут дела с каким-то делом, как идут дела у кого-то, это универсальный вариант. Как твоя мама поживает? НИИ МАМА ДЗАМА ЯН. Как экзамен? КАО ШИ ДЗАМА ЯН. И так далее. Из вопроса НИ ДЗАМА ЯН можно вычленить ДЗАМА. ДЗАМА. Отдельное слово, которое тоже переводится как «как», «как», просто «как». Но, если к нему добавить частичку «ла», частичка «ла» — это результативная частичка, скорее всего, вы пройдете это в курсе грамматики. Но сейчас просто запомните, что оно произносится как «ла» нейтральным тоном, нулевым, да? Просто «ла», «ла», «не ле», «не ле», а «ла», «ла». ДЗАМА «ла», «дзамала», «дзамала» будет переводиться как «что случилось». Здесь уже зависит от ситуации. Например, вы сидите, разговариваете с кем-то, услышали какой-то грохот и шум. Естественно, вы спросите, что случилось? «Дзамала», «дзамала». Если вы видите, что кто-то очень грустный, вы можете подойти и спросить, что с тобой случилось? «Ни дзамала», «ни дзамала». Аналогично с «ни дзамаян» вместо «ни» можно подставлять что угодно. То есть, что случилось с ним? «Та дзамала». Что случилось с твоим папой? «Ни баба дзамала». Если хотим спросить, допустим, о здоровье, да? Что случилось? В общем, это очень распространенный вопрос и он очень легкий для запоминания. Вообще слово «дзамма» очень полезное, так что запоминайте уже сейчас. Вот мы спросили, как дела. «Ни хаума» или «ни дзамаян». Теперь же нужно ответить, как же у нас дела. Есть три способа. Первый, у нас всё очень хорошо. Всё хорошо будет. «Хэн хао». Это слово «я». Легко запомнить, потому что вот «я» просто «во», да? Вот «во» третьим тоном. «Я». «Во хэн хао». «Хао» нам тоже знакомо из приветствия. «Хао» переводится отдельно как «хорошо», поэтому «я» очень хорошо. Или просто «я» хорошо, да? У меня всё в порядке. «Во хэн хао». «Во хэн хао». Обратите внимание, здесь три третьих тона подряд. Какой же из них меняется на второй? Ну, в основном на второй будет меняться средний. Среднее слово «хэн». «Хэн». Начинаем снизу, идём наверх и снова опускаемся вниз. «Во хэн хао». «Во хэн хао». «А ты как?» «Ни на». «Ни на». «Ни» — это «ты». «На». Такая разговорная частичка, которая подразумевает, что теперь вы должны ответить на вопрос «как у вас дела?» «Ни на». «А ты?» «Во хэн хао». «Ни на». Второй вариант, когда у нас всё нормально, пойдёт. Как бы трудновато, но держимся. Это «хай». «Хэн хай». «Хэн хай». «Хэн хай». Второй тон. «Щэн». 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 На что здесь я хочу обратить ваше внимание? Слово «щэн» не совсем простое. Во-первых, это инициаль «щ». «Щи». 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 Да, это «ник син», «ни син». Для того, чтобы правильно произнести этот звук, нужно округлить язык. Немножечко нижнюю часть языка опустить вниз и работать только среднюю частью языка. То есть, «щи». 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 Создавать такое шипение. «Щэн». 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 Второй момент – это окончание. В чем разница? Сен, если я произнесу просто как сен, кончиком языка проговаривая четко на, то будет звучать вот так. Сен. Это неправильно, потому что это будет тоже уже другое слово. Для того, чтобы правильно произнести инговое окончание, возможно, кому-то придется вспомнить английский язык, потому что в английском языке есть точно такое же окончание, инговое, оно так и называется. Оно отличается тем, что работает задняя часть языка, задняя, то есть мы приподнимаем ее, получается он, 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 сам язык в этот момент опущен. Он, ин, он и так далее. Поэтому складываем щ, он, получается син, син, хай, син, во, хай, син, хай, син. Третий вариант – когда у нас все плохо, так плохо, что нет сил скрывать. Конечно, так вы вряд ли скажете, в основном принято говорить, что у нас все хорошо, но если у вас вдруг такой откровенный разговор, можно сказать плохо, у меня все плохо, или дела идут плохо, или погода плохая. И вообще слово плохо тоже пригодится. Чтобы сказать плохо, просто нужно к слову хао, хорошо, добавить отрицательную частичку. Отдельно переводится как нет, не, отрицательную частичку, да, вот просто бу хао превращается в плохо. Бу хао, плохо, бу хао. Инициаль, бу, бу, не такая взрывная, как в русском языке. В русском языке, когда мы произносим звук б, он у нас взрывной, там, бабушка, браконьеры, б, б, да, такая громкая взрывная. В китайском языке она больше напоминает нашу б, такая бу, бу, такая скромненькая, бу хао, бу хао, бу хао, бу. Итак, вот мы теперь знаем три способа ответить на вопрос, как дела, но при этом помните, что лучше всего сказать, что все хорошо. Уа хэн хао, Нина. И вам тоже ответят, что у них тоже все хорошо. Уа хэн хао, и у всех все будет ха-ра-шо. Дон хэн хао, еще одна фраза, все хорошо. Дон хэн хао, новое слово. Дон, дон, переводится отдельно, как все, все, дон хэн хао, у меня все хорошо. Дон хэн хао. И опять-таки обратите внимание на инициаль до, до, тоже не такая взрывная, как в русском языке. Если мы говорим дядя, дорога, до, до, то здесь немножечко нужно ее смягчить. Доу, 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 не доу, а доу, доу хэн хао, доу хэн хао. По этикету также положено, конечно, благодарить. Вообще в Китае вы будете слышать на каждом углу спасибо, спасибо, спасибо. Даже если благодарить особо так не за что, это просто часть культуры. Всегда говорите спасибо. Звук си нам уже знаком из хайсин, да, си, си. То же самое, только четвертый тон, спускаемся вниз. Когда вам говорят си, или когда вы говорите си, ответ, скорее всего, будет да, не за что, да, да, не за что. В русском языке мы тоже так говорим, да, не за что. Звучать по-китайски это будет как бу-йом-се, бу-йом-се. Сейчас разберем и эту фразу тоже. У-йом-се. Только здесь бу меняет свой тон на второй. Это тоже одно из правил. Сейчас просто запомните, что здесь будет произноситься как бу-у, наверх и вниз. Ё-м-се. Си-се это от си-се, благодарность, бу-йом, переводится как не нужно, не надо, мне не нужно. Бу-йом, бу-йом. Когда вам в целом что-то предлагают и вы отказываетесь, так же можно сказать, а, бу-йом-бу-йом, мне не надо. А в данном случае не нужно благодарности. Бу-йом-се, бу-йом-се. Ещё один способ сказать, да не за что, да ладно, это бу-кэ-чи. 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 Тоже очень распространённый, но он скорее такой официальненький немножко. Бу-кэ-чи. Бо, да, невзрывная. Бу-кэ-чи. 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 Си-се. Бу-ям-се. Си-се. Бу-кэ-чи. Такие фразы вы будете слышать очень часто, если попадёте в Китай. Вы поблагодарили, ответили, но вдруг вы случайно выступаете китайцу на ногу и вам нужно извиниться, да? Бу-кэ-чи-сэ. 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 Опять же, ха-о, да, хороший, но в данном случае в комбинации других слов это будет принимать другое значение. Бу-кэ-чи-сэ. Бу-кэ-чи-сэ. И-сэ. У-сэ. Нулевой тон. Он нейтральный. Но есть ещё один способ ответить на извинения. Это ничего страшного. Мэ-й-шэ. 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 Шэ. Мэ-й-шэ. Дословно можно перевести как Нет проблем. Ничего страшного. Нет проблем. Вы меня не затруднили. Мэ-й-шэ. Мэ-й-шэ. Здесь тоже нужно быть аккуратным с тоном, потому что если поменять второй на третий. Мэ-й-шэ. Мэ-й-шэ. Тогда получится слово, точнее слово социальное, американский стиль. Мэ-й-шэ. Например, американо по-китайски будет Мэ-й-шэ-кафэй. То есть кофе по-американски. Мэ-й-шэ-кафэй. И вот здесь главное не перепутать. Мэ-й вторым тоном. Мэ-й-шэ. Ничего страшного. Настала пора прощаться. И попрощаться можно тоже несколькими способами. Первый. Это дзай-ден. 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 Казалось бы, очень простое слово. Простые звуки. Но могут возникать трудности с этими двумя звуками. Дз и дз. Первый звук. Дз. Дз. Обратите внимание, не з. Не зай-ден. Не цай-ден. А именно дз. Дз. Чтобы произнести его правильно, нужно поднять кончик языка наверх. Вот так. Как змея наверх. Дз. 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 Упереть кончик языка в верхней лубы. Над верхними зубами. И создать напряжение. Такое. Дз. 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 Дзай. Вот получится хороший, качественный звук. Дзай. Следующий звук. На слух он немножечко похож на предыдущий. Но артикуляция немножко другая. Во-первых, нужно язык опустить вниз. Вернуть. Вспомнить положение, как в звуке щи. Щи. Примерно такое же. Тоже. Кончик языка упирается в нижние зубы. Даже чуть-чуть пониже. Дз. Дз. И работает средняя часть языка. Она только приподнимается наверх. Дз. Дз. Как будто хотите сказать букву Д, но не кончиком языка, а средней частью. Дз. 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 Еще один способ попрощаться пришел из запада, китайский язык, на манер английского языка. Bye-bye. Bye-bye. Все-таки он действительно очень распространен. Можно это очень часто услышать в разговоре между китайцами и прощаются, и вместо официального вот такого серьезного дзай дзен, они скорее всего скажут Bye-bye. Bye-bye. Только вторым тоном. Наверх. Наверх. Bye-bye. И помним про то, что болт не взрывной, да? Bye-bye. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. На них обязательно отвечу. А на следующем уроке мы с вами научимся давать информацию о себе на китайском языке. Bye-bye.